Это тема часа и вновь мы говорим о рефинансировании кредитов. Продолжаем наш разговор с экспертом. Ольга, здравствуйте. В прошлый раз мы с вами обозначили, что такое рефинансирование, что побуждает людей пользоваться этой возможностью, этим инструментом. Мы говорили о каких-то моментах, о отличии от других видов, связанных с деятельностью банков и кредитными историями. Продолжаем наш разговор. И вот хотелось бы начать с чего. Какие условия вообще необходимы для получения кредита на рефинансирование? Прежде всего, для получения кредита на цель рефинансирования главное условие – это отсутствие просрочек по действующим кредитам. Потому что почему? Банк ведь снова оценивает вашу кредитную историю. То есть это, по сути, для него как выдача нового кредита. А мы же помним, что у нас есть такая вещь, как кредитный рейтинг. Кредитный рейтинг мы уже как-то в этой студии обсуждали. Он находится в определенном диапазоне от 1 до 999. Так вот сейчас по статистике средний балл для того, чтобы, например, рефинансировать ипотечный кредит – это 793. То есть это достаточно высокая надежность заемщика. Второе условие – это стаж работы. Хотя он минимальный от полугода до года, но все-таки должен быть. Возраст заемщика в большинстве случаев – это 18 лет. Но некоторые банки, они планку повышают. Это и 21, и 23 года, может быть так вот. Также это срок, оставшийся до погашения кредита. Если у вас осталось совсем мало месяцев, то, скорее всего, банк вам откажет, потому что это ему невыгодно. Ну и это какие-то документы минимальные, паспорт, заявка на кредиты. И если какие-то более серьезные суммы, то могут потребоваться копии кредитных договоров из других банков, могут потребоваться справки об остатке долга. Ну и количество рефинансируемых кредитов обычно это не больше шести. У нас есть граждане, у которых больше и гораздо. Ольга, а какие шаги нужно совершить для получения кредита для цели рефинансирования? И, может быть, все-таки это положительная история рефинансирования? Или все-таки не нужно в это ввязываться? Шаги на самом деле совсем несложные. Вы просто подаете заявку в банк, и банк эту заявку рассматривает. Но прежде чем подать заявку в банк, нужно задуматься о том, в какой банк вы подаете эту заявку. Я советую изучить сначала условия этого рефинансирования на сайте банка. Как бы это ни казалось сложным, ненужным, это затраты вашего времени, не хочется вникать. Но поверьте, это не так уж много времени у вас займет, как та выгода, тот результат, который вы в итоге получите. Откройте нижнюю строчку этой лендинговой страницы, найдите подробные условия по кредиту, почитайте их. В принципе, к каждому кредиту будут какие-то приложения, скорее всего, наподобие. Тариф оптимальный, или дополнительные опции, или дополнительные услуги. И вот там-то кроется вся соль. Дело в том, что в полной стоимости кредита этой услуги может не быть, потому что это же дополнительная услуга. Вы ее подключаете уже после того, как вы согласились на заключение нового кредитного договора. То есть это некая дополнительная опция. Договор на тот момент уже считается заключенным на текущих условиях. И после того, как вы выбрали банк, не подавая верную рассылку в разные банки, ни в коем случае не пользуясь различными сервисами, типа подайте заявку только вам, нам, через единое окно, а мы уже для вас подберем наиболее выгодное предложение. Тогда этот сервис за вас рассылает как раз в разные банки вот эти вот ваши пожелания. И портит опять вам весь ваш имидж. И портит ваш кредитный рейтинг. То есть вы изучили эти условия сами. Тоже опять же поймите, что все-таки в крупных банках за счет эффекта масштаба есть возможность на более выгодных условиях где-то вам кредит предоставить. Мелкие банки, они выживают за счет того, что какие-то более грамотные маркетинговые ходы и более высокая рентабельность за счет более высокой процентной ставки все равно. Надежные заемщики идут прежде всего в крупные банки. И поэтому вот этот порог рентабельности, он у них ниже. Но здесь есть другая обратная сторона. У вас нет возможности согласовать какие-то индивидуальные условия. То есть там все равно работает некий кредитный конвейер. И искусственный интеллект рассматривает вашу кредитную историю, ваши социальные сети. Вы же оставляете номер контактного телефона. А сегодня номер контактного телефона – это все. Попадание во все базы и замучают из других организаций. И банки сотрудничают сегодня с компаниями, с операторами сотовой связи. По факту, по номеру вашего сотового телефона можно узнать о вас все. Вы же регистрируетесь в соцсетях, вы оставляете номер сотового телефона. Вы размещаете объявления на Авито, вы размещаете объявления где бы то ни было. Вы оставляете номер своего сотового телефона. Все это создает вот эти, понимаете, как лазейки, полная информация о вас. То есть риск-профиль клиента сегодня для банка узнать… Вы даже не представляете, насколько глубоко, если задаться целью сегодня, банк может проанализировать любого заемщика. Поэтому, когда вы обращаетесь за кредитом в какой-то, может быть, банк поменьше, у него есть возможность где-то пойти вам на уступки. Но опять же, если у вас интересная для банка сумма кредита, если речь идет о 100-200 тысяч рублей, то вряд ли. В крупных банках и на эти суммы, на миллионы рублей, и на большие суммы, и на миллионы рублей, там работает все равно кредитный конвейер. То есть он анализирует ваш профиль, искусственный интеллект выдает результат, результатом становится процентная ставка. Какие суммы, когда уже совсем по-другому все рассматривается? Это какая должна быть сумма? 10 миллионов? Ну, порядка хотя бы миллиона рублей, я думаю. Все зависит, опять же, от масштаба банка. Но все понимают, я думаю, даже просто исходя из рекламы, какие банки у нас известны, какие нет. Если есть сомнения, можно открыть рейтинг банков по размеру. Ни в коем случае не уставного капитала, потому что это не показатель. Но размеру кредитного портфеля это сразу же является, в общем-то, показателем. Ольга, спасибо вам большое за эту встречу и за эту беседу. И за то, что вот столько очень важного, полезного вы проговорили. Может быть, кто-то знает вот отдельными какими-то моментами, да, о том, о чем мы говорили вот целиком в нашей беседе. Но вы вот так все воедино собрали и еще раз вот дали пищу для размышлений для тех, кто вот находится в этих ситуациях, близких к реструктуризации или к рефинансированию. И, возможно, ваша информация поможет им как-то устаканить и принять правильное решение. Спасибо. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»!